В 90-е годы повальным увлечением собственников жоплощади в новых домах стала установка железных дверей, которые ограничивают доступ к квартирам и щиткам, где установлены счетчики электроэнергии. Так называемые тамбуры устанавливали в обоюдном сговоре с соседями и мало задумывались о том, насколько это законно. Впрочем, жилищные инспекции привыкли закрывать глаза на такое самоуправство, однако пойти дальше и стать собственником тамбуры не получится. Почему этого нельзя сделать, рассказывает руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Крионова. Даже если вы договорились с своими соседями и у вас все замечательно, вы используете этот тамбур на двоих, как бы две квартиры, перегородили железными дверями, поставили там какие-то ящики. Все это является незаконным, потому что все тамбуры, лесничные клетки, крыши, чердаки являются общим имуществом жильцов многоквартирного жилого дома. Использование его возможно исключительно по соглашению всех собственников, которые там есть, сколько бы их ни было и какой бы ни был этот дом. Это не значит о том, что собственники только у вашего подъезда, а собственники всего дома. Есть шестиподъездные дома, поэтому тамбур присоединить с квартирой невозможно. Если такой факт имеет место быть, то это тоже подпадает под нарушение, которое должна уже выявлять жилищная инспекция при администрации и предписывать убрать двери. И использование тамбура возможно только как непосредственно общего имущества. Тем более, что установка таких вот дверей в тамбурах, она мешает в случае проведения эвакуации при пожарах и так далее. Это в том числе опасно для жизни и здоровья всех жильцов дома. Может ли в договор дарения живого помещения быть включено условие о пожизненном проживании дарителя в отчуждаемом по договору дарения помещения? Знаете, мы очень много дискутировали по этому вопросу в свое время. Я всегда говорила о том, что когда люди совершают какую-то сделку, они должны понимать, каков конечная цель. И для того, чтобы избежать определенных нюансов, связанных с продажей квартиры впоследствии, в большей степени заключали пожизненное содержание с сожделением. Но иногда родственники друг с другом, находясь в не очень хороших отношениях, при жизни решали как-то распорядиться имуществом, но в то же время боялись расстаться с этим имуществом, потому что думали, что сейчас подарим и останемся совсем где-то на улице. И договаривались о том, что в договор дарения будут включать эти условия, например, пожизненное содержание с сожделением. Вот я хочу сказать, что это совершенно неправильно. Эта сделка является ничтожной. Она притворная сделка, потому что прикрывает другую сделку. И любое заинтересованное лицо без особого труда оспорит эту сделку в судебном порядке. То есть вы не достигнете того эффекта, который бы хотели, а именно наличие права собственности на этот объект недвижимости. Я считаю, что более правильным цивилизованным – это заключение договора пожизненного содержания с сожделением, где уже переход осуществляется на того лицо, которое вы себе выбрали. В том случае вы остаетесь проживать в этом жилом помещении навсегда. Кроме того, возникает обязанность по вашему содержанию, по тем условиям, к которым вы договоритесь. И эту квартиру при вашей жизни никто никогда не продаст. Может ли гражданин получить выписку о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости в виде одного документа в отношении всех членов своей семьи? И сколько стоит такой документ? Да, такие документы у нас выдаются в выписке из единого государственного реестра прав, обобщенные сведения. В большей степени они необходимы для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. И граждане идут за такими документами. Здесь имеется в виду, что, конечно, возникает вопрос материального характера, когда все члены семьи, в среднем мы считаем, что это 4 человека, мама, папа и 2 ребенка, то возникает вопрос о том, как минимизировать свои расходы. Вот, к сожалению, законодатель говорит о том, что если вы заказываете такую выписку, она индивидуально предоставляется по конкретному лицу, то бишь на каждого индивидуально стоит, а на 500 рублей каждая, то есть если это 4 человека, это получается 2000 рублей. Законодатель не предусматривает предоставить на всех сразу, но я рекомендую в том случае, что это, если нужно для каких-то государственных органов, всегда иметь в виду, что государственные органы имеют право самостоятельно запросить такие документы в государственных органах, а в данном случае у нас либо кадастровые палаты, совершенно бесплатно в виде электронного документа, и гражданам не надо никаким образом тратить. Если это нужно для каких-то других целей, для коммерческих, например, организаций, то, конечно, в этом случае они сами самостоятельно это запрашивают, оформляется заявление, причем здесь заявление оформляется от каждого заявителя.